Вас интересует что-нибудь духовное? Как не попасть в ад? Как после смерти оказаться с Господом в раю? Что нужно делать для этого? Добрые дела. А вот добрые дела. Смотрите. Я читал. Добрые дела – это не всё. Они соединяться должны с истинной верой. Вера и дела – два крыла у птица. А добрые дела делали и коммунисты, и фашисты. Разная вера и добрые дела. Надо так, чтобы Бог принял эти дела, а Он принимает тогда, когда по Его повелению делается. Мы считаем, отче наш. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Видите, как просто. Вот ко мне тут заходят, ну то есть мы идём тут и начинают говорить, а мы не ваша вера. Я говорю, а какой ты вера? А мы мусульмане. О, а Библию не считал? Нет. Я говорю, а вот это как книга называется? Я говорю, смотри. Хоран. Хоран. А что тут написано? Считай. Не умею. Ни один не умеет. На 150 человек ещё ни один не просчитал. А у меня целый том вышел про эту книгу. Я разбираю по сурам, айятам. В сравнении с Библией. Что было сказано деятелям мусульманства о них за 1600 лет. За 1300 лет. Поэтому их добру учат все. Но спасение во Христе. Без Христа нет спасения. Он умер за грехи людей. В этом весь смысл. Мы не религию проповедуем, а о Христе возвещаем. Он сказал, кто будет веровать и креститься, спасён будет. А кто не будет веровать, осуждён будет. Тут никак по-другому. Ну да. У вас, может, вопросы какие есть? Я постарался бы вам ответить. Не, у меня нет никаких вопросов. Сдачи вам. Спаси Христос. С Богом. В рулетке-то как раз и нужны старые, чтобы молодых-то блудников разогнать. Говорить им о Боге. Наркоманы собрались, хамьё, матерятся, сквернословят. Бога-то не верит. А умрёшь-то. Куда пойдёшь? Только не ругаться. Чтобы никто не ругался. Ну, мы не руляемся. Насколько лет? Так. Потому что жизнь человеческая быстро кончается. Вы даже не увидите, как она пройдёт и чем на суд Божий предстанешь. Главное-то вера в Иисуса Христа. А он сколько лет? А как ты думаешь? Ну, лет. Наверное, сколько? Ну, сколько? Не так. Тридцать? Восемьдесят. Где-то так. Восемьдесят. Точно угадал. Абсолютно. Да? Да, конечно, через два месяца мне будет восемьдесят. И главное, старые люди не могут определить, а молодые легче узнают. Вот это тоже не случайно. Вы ничего не знаете. А возраст определяете правильно. Это означает, что Господь касается вашего сердца. У вас вот эта книга в доме есть или нет? Что есть? Это Библия? Именно так. Угу. Благодаря. Если человек знает... Не хоп. А вы сходите в храм Божий. Православная церковь-то у вас есть там? Да, есть. Вот там. Подойдите, узнаете. Может быть, отдельно Новый Завет, отдельно Евангелие. Чтобы вы волю Божию знали. Познакомьтесь со священником. А вы крещеные или нет? Да, я крещеные. Вы раскрещеные, а сейчас пост идет. Вы пост соблюдаете? Нет. Вот сейчас в это время 7 недель. Ну, уже осталось 2,5 недели до Пасхи. Пасха Христовичная. Вот. То ли они... Которые верующие православные, они не едят мясное, молочное яйца. Только в субботу-воскресенье разрешается растительное масло. Чтоб вы жили долго и счастливо. Только вы там, кто у вас есть рядом, чтобы плохие слова не говорили. Я не слышал этого. Вот имя, это ты. Это ты. Я ничего не говорю. Ну, тут это вот. Сейчас, сейчас. У вас, может, какие-то вопросы есть, чтобы не заблудиться в этом мире? Я постараюсь вам ответить. Ты заблудился в этом мире? Нет. Ну, я даже не знаю. У меня, наверное, нет вопросов таких. А для чего, я спрошу вас, а для чего человек живет, родился? Для чего? Какая цель? Ну, ну, человек родился, чтобы выучиться настроить себе жизнь и жить счастливо. Ну, хорошо. Счастливый, все, и умер. Что дальше? Умер. Умер, конечно. Всем и смертный. Или ты бессмертный? Нет, я не бессмертный. Ну, так а дальше-то что? Умер человек или что? Человек рождался для чего? Чтобы черви его съели? Ну, не знаю. Вот для чего. Слушай внимательно, юноша. Для того, чтобы найти Бога, узнать о Его воле. А воля Его та, чтобы никто не погиб, но все получили жизнь вечную. Из-за нас умер Христос. Он умер, взял наши грехи на себя. И, каясь перед Ним, мы получаем прощение, чтобы жить по Его заповедям. А, понятно. А вот здесь, в этой рулетке, тут собрались люди для греха, для безумия, для блуда, сквернословия. Все время едят и пьют непрерывно. Это народ погибельный. И Господь одним разом может всего уничтожить здесь. А вы знаете, кто рулетку изобрел? Не знаю. А вот знаете. Человек. Школьник. Да человек какой, 17 лет. Еще человеком не стал, двоечник. Он говорит, у меня одни двойки были, Андрей Терновский. Я, говорит, стал думать, что-то надо думать, что дальше-то делать. Экзамены сдать не могу. И вот я придумал. Придумал это. И сразу стал миллионером, уехал в Америку, на Лазур, где-то на берегу живет. Это место, где можно делать, что хочешь, ни к чему не обязывающее. То есть, сам сатана ее открыл и сунул сюда людей. И они показывают руки или сидят что-то там, мононизмом занимаются. Безумие одно. Взрослые дядьки, половина голая. И женщины тут, и девочки, и совсем маленькие дети. Это да. Ну вот поэтому мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о суде Божьем, что за это будет. И о возможности выйти отсюда, принеся покаяние перед Богом во имя Иисуса Христа. Он умер за нас. Он любит нас. Он ждет нас. Понятно. Так, вот у нас канал называется, вы запишите, огромный канал у нас, называется «Во свете Библии». Во свете… Это на Ютубе? На Ютубе «Во свете Библии». Вот запишите, вы не пожалеете. У нас 14 700 роликов. Сколько? 14 700 роликов. «Во свете Библии». Наберите «Во свете Библии». «Во свете Библии». Набирай. Набирай на своем. Сейчас наберу. Да, и напишите рядом «Игнатий Лапкин». Моя фамилия, имя. Игнатий Лапкин. И вам откроется сразу. Вы посмотрите количество подписчиков, там 34 тысячи. 33 миллиона просмотров. Да я столько за два года не собирал. Ну, вот вы увидите, как мы строим православную деревню. Как я руководил детским лагерем, 45 лет. Какие дети выросли. Как писать? Лапкин Игнатий. Мое имя запишите. Если вас будет нужда, вы по скайпу меня найдете сразу. У меня это канал, как называется? Канал. Канал «Во свете Библии». «Во свете Библии». «Во свете Библии». Свет, свет падает, как от лампочки, от солнца. «Во свете Библии». Ну-ка, открылось, нет? Ну, сейчас. Да, открылось. 34 тысячи. Запиши, Игнатий Лапкин. И вам откроется. Вот мы с вами говорим, вы себя там увидите скоро. Наш разговор фиксируется, записывается. И вы себя там увидите. И скажете, вы на другие... Не похожи. Вы одеты. Говорите нормально. Вам будет приятно на себя посмотреть. Я с вами разговариваю, как с разумным существом. Да. Ну, открылся канал, нет? Да. Ну, что там, последний ролик какой, как называется? Посмотрите. Вот это, подлинная молитва. Правильно. А дальше, посмотрите, там, в деревне у нас, только что уехали туда сейчас. Вот смотри внимательно. Вот, посмотри, посмотри, что это такое у меня. А, голубь. Голубь. Ой, подожди маленько, подожди, не волнуйся. Вот у меня три голубятни. Я голубей держу. Красавцы какие. Ну, красивые. Очень даже. Видишь, какой хохолок у них. Это турманы, переворачивается в воздухе. А. Если у вас вопросов нету, то будем прощаться. Угу. Ну, до свидания вам, всего хорошего. Вы поняли, да, что я сказал вам? Если напишите во свете Библии, но не YouTube, а сайт. Откроется наш сайт. Такого в интернете тоже нет. Сайт. Четыре буквы. Там очень много всего для спасения души. 50 книг только аудио начитано. Архипелаг ГУЛАГ. Это мне Господь позволил всё насчитать. Там фильмы о нас. Ответ на 4124 вопроса. У вас уровень другой будет, если вы будете смотреть. 55 папок показано там. Дети, допустим. Тебе интересует юность. Откнул. И дальше в каком томе у меня написано. У меня 38 томов книг вышло. И ты сразу узнаешь, что... А дальше ткни в вопрос, откроется уже ответ. Это огромный-огромный материал для вас. Вот мне пришлось 9 лет, и за компьютера не вылазит. Больше 30 тысяч часов я провёл за это время за компьютером. Ну вот так. Это для вас богатство такое накоплено. Ну, с Богом. Ну, до свидания. До свидания. Сил. Только без руганий, чтобы ни одного плохого слова не слышал. Конечно, батюшка, конечно. Я очень грешный человек. И вот не знаю, как мне быть. Что мне делать-то? А? А вот вы найдите вот эту книгу, купите. А, Библия. И я в ней, и в этой чудесной книге... И она вам ответит на все вопросы по воле Божией. По воле Духа Святого. А вот смотрите, если, допустим, нравится вот мне вот жена близнего, и что, мне теперь глазки вырвут? А вы сами не знаете, что нужно делать? И что совесть подсказывает ваша? Совесть подсказывает мне иногда разные вещи. Там фатана присутствует. Ну, вот и все. Вы помолитесь. Вы просите Бога. И Господь положит на сердце. Говорится, что не будут иметь нужды учить друг друга. Сам Бог будет учить. Ага. Хорошее дело делайте, отец. Вы русский человек, вроде бы, и спрашиваете, откуда. Да не откуда. Я вчера сидел на этом стуле, и сейчас тут сижу. Не, какой город там? Вот, город, где нахожусь. А вопрос правильно ставьте. Где находитесь? Нахожусь в город Барнаул, Алтайский край. Игнатий Лапкин. Так, Игнатий Лапкин, как долго вы находитесь на такой платформе? Вот, если вас интересует, вы откройте наш Ютуб. Он называется «Восвете Библии». Игнатий Лапкин. Он очень богатый у нас. 14 700 роликов. Подожди, подожди. Вы лицо спрятали, я вас не вижу. Опустите голову пониже. Мне не надо видеть. Я не пойму, что это? Прячетесь или у вас так настроено? Так, так, настроено. Да там привыкли, вот взяли какую-то моду. Ну, нехорошо это, неуважение к собеседнику. Они так нигде не делают. А сколько у вас подписчиков, Игнатий? 34 тысячи. Просмотров 32 миллиона. Да ну? 33 миллиона, 33. Ну, я вот что-то смотрю. У вас просмотров 7, вот просмотров 53, 180, 360. Я не понял. Так, поминутку. Так, говори. Говори. Да. Аллилуйя. Все, мы помним. С Богом. Будем молиться за выздоровление. Аллилуйя. Это звонят отовсюду, чтобы помолились за болящих. Вы голову не хотите отпустить пониже, чтобы лицо было видно? Нет, я не могу сегодня. Не могу. Ну, это делают так нечестные люди, преступники и алименшики. Я-то хорошо это знаю. Это не... Ну, тут не надо уже говорить. Говорят, вот узнают, будет где-то. Мое имя на каждом столбе было. Я начальник детского лагеря, объявления в газетах, в журналах, по радио. И ни одного вреда не сделали, никто. Мысли, я вот про вас в первый раз слышу. Ну, вы сами себя настраивайте на это. В мирное время прятаться, это стыдно даже. Молодой человек. Пусть на кто-то нападет. Он должен меня обвинить. И его говорит, если бы я за собой знал проступки, я боялся большого общества. 3600 лет назад уже говорил это. Боялся бы. То есть преступник боится. Делающий дело доброе идет к свету. Это бы явно были дела его. А делающий зло не идет к свету, ибо дела его злые. Третья глава Евангелия Теана. Ну, да, тоже верно. Ну, вот так. Вы перешагните один раз это, не прячьтесь. Это прячутся блудники, потому что здесь написано, кто будет делать так. Ибо лицо прячет, наказывает даже вот это. В рулетке-то у них правила про это говорят. Наказывает тех, кто лицо прячет. Да нет. Не, мне нельзя просто, у меня все плохо. Да нет, вы себя настроили. Если бы вы молились сегодня утром, вы бы никогда так не подумали. Мне говорили, когда я сидел за слово Божие, как освободиться, переехать в другое место, сменить фамилию. Чего ради? Я вышел. Я еще пять лет ходил на свободе, потом опять арестовали. А потом пришла перестройка, нас освободили 210 политзаключенных. За что вы сидели? За слово Божие. Я первую в стране распространил архипелаг ГУЛАГ. Насчитал и распространил. Понятно, понятно. А как тут-то оказались? Повторите. Как оказались в рулетке? Вот в этой, в рулетке-то? У нас был знакомый, близкий брат, человек, он парализованный, 17 лет. И он перед смертью зашел сюда и два ролика составил. Я посмотрел, тут Содом и Гаморра блудят и что попало делают. Я помолился и говорю, господи, дай мне талант Сергея, который умер. Я вот здесь уже 72 дня нахожусь. Мы людям рассказываем о Боге. Я показываю книгу, вот она у меня. Считаю, отвечаю на вопросы. Мы пришли сюда, в эту тьму и мрак, чтобы людям показать путь. У нас молитва такая, господи, пошли добрых проповедников, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы всем возвестить о любви Твоей. Что Ты возлюбил мир, Господи, отдал за нас Сына Единородного Иисуса Христа, который претерпел казнь, распят был, чтобы верою в Тебя мы получили жизнь вечную. Вот я этим занимаюсь здесь. Уже несколько человек нашли таких, которые пришли на наш Ютуб. У нас Ютуб, у меня очень большой. Вот, и поэтому там находят. А если во свете Библии поставите сайт, не Ютуб, а сайт, вы вообще удивитесь, что есть такой сайт. Это нигде нет во всей мировой сети, то, что у нас есть. Там 50 книг Ауди, только Господь позволил мне насчитать. Это Бог. Господь делает, не я. Государственные фильмы. Там моих 38 томов книг в книжном варианте, да плюс 7 еще в интернетной версии. Каждый том 752 страницы. А тысячи вопросов, которые я студентам отвечаю, это Бог делает. У меня нет гуманитарного образования никакого. Я просто технарь. А здесь я молюсь, 56 лет учусь у Бога. Понятно. Ну так что, вот заходите на наш сайт, если встретиться хотите, это, скайп, в скайпе, в скайпе, Игнатий Лапкин, и вы сразу встретитесь. Вопросы какие? Я даже не знаю, какие вопросы-то задать. Но вопросы по жизни, для чего живет человек, как душу спасти. Вы самые такие, по максимуму, вопросы задавайте. Откуда кто знает, кто сколько будет жить? Господь знает, Он показывает. Если человек пьет, я могу сказать, на сколько лет раньше умрет. Если курит, на 12 лет меньше. А жизнь человека при нормальной жизни 70 лет, при большей крепости 80. А дальше это уже так, Господь просто единицам дает. А отдыхать-то когда, вот сейчас, например, пенсионный возраст повысили? Когда, не понял, отдыхать? Да. Ну как когда отдыхать? Ночь была, и отдохнули. А вы сколько спите в сутки? Три часа. Три часа? Ну да. А во сколько ложитесь тогда? А встаете во сколько? Встаю с утра в шесть. В шесть? А ложитесь в три? В три, да, где-то. Молодец какой. Вот первым встретил. Вот у меня было два с половиной часа, я в сутки спал. Я много работал. Ну я знаю, Эдисон спал три часа, Элизаров, Микеланджело спал, этот, Леонардо да Винчи, кажется, два с половиной часа. Это трудно, но для дела Божия. И вы три часа спите, молодец. Просто удивительный молодец. А человек лежащий, а? Вот так и живем. Ну да. Вам сколько лет-то? Двадцать. Двадцать. А бороду уже бреете, а зачем? Это мир, стихия мира. Как есть, так и есть. Нет, так нету. Вот она борода. Бог дал мужчине знак. А это мужчины подкаблучники. Жены командуют где? Две мамы в одном доме. Женщина знает, если мужчина... Значит, она за него как за скалой. Замужем, за мужем, за, не впереди. Это уже верно. Ну, математически говорят, если мужчина определенное число талантов имеет, пять, семь, а женщина – нуль. Сзади станет, она в десять раз больше будет цифра. А впереди станет ноль целых одна десятая. Да, да, да. Это математики высчитали. Это не я, это не моя наработка. Ну, если ничего нет и боитесь, тогда расстанемся. Ну, давайте, расстанемся. Ну, с Богом. Не бойтесь только. Боязливых учатся в озере Огненном, Библия говорит. Ни один боязливый в рай не войдет. Он будет с сатаной мучиться. Вот что страшно. А что такое страх? Это лишение помощи от рассудка. Так премудрый говорит. Рассудок подсказывает – прястаться не буду. И вы на этом все. Стань открыто и стой. И ни чеченцы, ни фашисты, ни коммунисты тебя не сломают. С Богом.